Привет друзья! Сегодня едем на остров Колан. Сделаю обзор этого острова, обзор пляжа, посмотрим. Сейчас мы сели на паром. Паром стоит 30 бат с человека. Так выглядит паром. Колан это один из тех островов, которые рекомендуют к просмотру, когда находишься в Паттайе, как один из островов, у которого два хороших пляжа. Сегодня посмотрим как минимум один из хороших пляжей. Как выглядят хорошие пляжи в Паттайе. Едем на пляж Самое по какой-то стрёмной дороге с каким-то стрёмным водителем. Несется, входит в повороты. В общем, драйв. На пароме где-то минут 40 ехали, приехали. Теперь на тук-туке, на такси. Так, мы доехали из Паттайи до острова Кон-Лан. Из Паттайи мы, напомню, сели на пирсе Балихай. На Балихай сели на паром. Паром стоит 30 бат с человека. Это ориентир 1 евро. На пароме мы добрались до острова Колан. И на острове Колан мы решили попасть здесь 4 пляжа. Мы поехали на Самый бич. Это самый дальний пляж. Поэтому, как мы предположили, здесь будет меньше всего народа. Ну, как так и есть. Нам сказали местные, ну, туристы русскоязычные нам сказали, что все пляжи одинаковые. Едьте на Самый бич. Сюда мы и приехали. Приехали на такой Сузуки. В нее влазит 8 человек. Она тоже стоит 1 евро. Нам на семью обошлось 4 евро. Нас 4 человека доехали где-то минут за 10. Такая вот парковочка. Отсюда же мы поедем обратно на паром. Сейчас пройдемся по пляжу. Территория красивая, людей немного, деревья, кафешки. Пляж Самый бич. Ну, пляж, собственно, обычный. Народу немного. Песочек, ну, если сравнивать с морящим сравнивать, пляж Хайнаня мне понравился намного больше. В Шри-Ланке пляжи получше. На Кипре красивые пляжи, но народа просто как песчинок на этом. Там пляжи аккуратный. Обязательно же единорожки. Обязательно русскоговорящие туристы. Заход в море хороший. Сначала заходишь в камни. Чуть дальше уже песок. И очень далеко можно идти. Ну, очень далеко, не глубоко. Можно зайти далеко и все еще будет оставаться по шее. Сейчас я схожу туда дальше, немножко пройдусь. Хотя нет, наверное, дальше не пойду, потому что я уже вижу там, ну, гора и все. В принципе, он весь по периметру закрыт горами. Я сейчас пройдусь вот в эту сторону. Какая-то интересная конструкция. И смотровая площадка наверху. Обязательно поднимемся на смотровую площадку. Смотрите, еще раз повторюсь. Мы доехали... Значит, мы в Таиланде, в Паттайе. В Паттайе у нас... Мы от нашей гостиницы ехали где-то минут, наверное, 15. Это 8 километров по расстоянию на таком такси, как я сейчас показывал. В Сузуке или Фордик у нас был тоже на 8 человек пикапчик. Доехали до Валкинг-стрит. Улица так и называется. Валкинг-стрит. Кстати, красивая очень улица. Можно по ней прогуляться. Много дискотек, баров. Это, видать, их центр, наверное. Такой центр-центр, где все тусят. Доехали до Валкинг-стрит. От Валкинг-стрит прошлись пешком где-то, ну, может, метром 800 на пирс Балихай. На Балихай сели на паром и минут 40 ехали до острова Конлан. Вот сейчас мы на острове Конлан, на пляже Самы-Бич. Еще здесь есть Тин-Бич, Нуал-Бич, Монки-Пляж и еще какой-то бич. Не могу прочесть на карте, забыл. Но, как сказали туристы, которые здесь уже отдыхали, они все приблизительно одинаковы. Песочек теплый, вода очень теплая. Сегодня 27 марта. У нас в Украине плюс 5 и холодно. А здесь 20... Да, 33 градуса здесь. И вода очень-очень теплая вода. Из воды тяжело даже вылазить. Хотя вот на пляже я не увидел нигде, где можно смыть Сиасоль. Нету таких мест. Пляж вроде как бы... Ну, может быть, просто мы еще не нашли, где можно смыться. А так чистенько. Мусора нет. Мусора нет. Пляж огорожен какими-то буями. Это, наверное, чтобы не заплывали на лодках, чтобы по туристам люди не ездили. Пляж не очень длинный. Вся длина пляжа, может, метров 300-400. В такой тихой бухточке. Аккуратненько, красиво все. Много лежаков. Лежаки за деньги. Я не узнавал, сколько стоят. Мы с семьей просто лежим на полотенце. Здесь, наверное, привезли китайцев с экскурсией. Это, так сказать, особенность китайцев. Их привозят сразу много. Они начинают сразу вот так вот странно фотографироваться с платками. Делать селфи. Стоять под зонтиком. Кружиться. Это китайская суперспособность. Мы ее наблюдали в Хайнане. И вот она в Таиланде. И она тоже. Китайцы, везде китайцы. Мы обнаружили абсолютно лысую собаку, которая лежит на песке. Похожа на какого-то оленя. Солнцем? Да, непонятно. Под солнцем, как и не жарко. У нее розовые лапы, розовые когти. Это собака. Прямо как из фильмов ужасов. Ну что, обычный пес. Обычный? Саня говорит, обычный пес. Сейчас мы поднимемся сюда, сверху, на смотровую площадку. С виду, как какой-то отель. Но недостроенная и заброшенная, судя по всему. Наверху это скат, кстати. Наверху Саня предположил, что это крыша в форме ската. Но она действительно похожа на ската. Я не предположила. Ты прочитала где-то? Сань, давай глянем. Тут какая-то Ла-Ям-Тонг. Это место, наверное, поклонения. Ну, сейчас разберемся, место поклонения чему это. Вот здесь маленькое, есть труднодоступное место. Все в кактусах. А вот это более доступное. Сейчас мы сюда зайдем глянем. Ну, какую-то еду оставили. Свечки ароматические. И, ну, собственно, я не знаю, что это олицетворяет. Интересный подъем. Ступеньки, правда, не посчитал. Если вы в хорошей физической форме, проблем вам не составит подняться. Здесь, кстати, несколько ответвлений. Интересно будет вообще заглянуть. Ну, такая вот смотровая площадка. Здесь, собственно, ничего уникального я не увидел. Это, наверное, какие-то дальше пошли уже отели. Возможно. Или просто какие-то там что-то похожее на детскую площадку дальше. Много мусора. Но вид красивый запах, как в Крыму. Виды очень хорошие. На этом камне можно хорошо, наверное, сфотографироваться. Так ребята сидят и смотрят по вечерам на море. Полодиннадцатого, и вода была почти там, где круг. И сейчас вот уже полтретьего вода ушла. Чистый песочек такой. Вообще хороший пляж, хороший песок. Вода прям горячая, очень теплая вода. Вся свежится, не получается. Это пляж Сабаен. На острове Коларни. На острове четыре пляжа. Мы поехали на этот, потому что он дальше всех. Ну и по нашей идее тут должно быть меньше людей. В принципе, ну, людей не очень много. Относительно, конечно. Сюда приезжают те, кто отдыхает в Паттайе. За красивым чистым пляжем.